Объемы поставок газа растут и это один из факторов того, что Россия выходит из экономического кризиса, выходит в том числе и Вологодская область. Голубое топливо в домах и квартирах это уже не роскошь, это норма. Мы удовлетворены тем сотрудничеством, которое на сегодняшний день у нас выстроено. У нас на 2011 год выделено 100 миллионов рублей на программу газификации. Основной акцент мы с руководством области этот вопрос обсуждали, будем делать акцент на газификации сельской местности. И работы впереди еще много, ведь с появлением голубого топлива уровень жизни населения сразу же повышается. Начинает активно развиваться экономика, создаются новые предприятия и рабочие места. И в программе газификации наш регион участвует далеко не первый год. Газпром вложил в газификацию области уже около миллиарда рублей. Вложил бы и больше. Останавливают долги потребителей. Ведь инвестиции напрямую зависят от своевременного поступления средств. По словам специалистов, основные долги накопили в сфере жилищно-коммунального хозяйства. На сегодняшний день мы провели достаточно большую работу на федеральном уровне. У нас уже готовы и согласованы с комитетом Государственной Думы поправки к федеральному закону, на основании которого платежи за газ будут выделены из общих услуг управляющих компаний. И население сможет за газ платить напрямую поставщику этой услуги. Кстати, в Вологде расчеты населения с газовиками всегда осуществлялись напрямую. Без посредников лица управляющих компаний. В результате всего 2% платежей не доходит до счетов Газпрома. К примеру, долг соседнего Череповца – около 2 миллионов. Руководство компании «Газпрома» Межрегион Газвологда уже направило в мэрии города металлургов предложение перевести население на прямые расчеты с газовиками. Но ответа пока не поступило. А вот к металлургическому гиганту компании «Северсталь» у акционеров «Газпрома» претензий нет. В отношении «Северсталя» и в целом по металлургической промышленности могу сказать, что обязательства по платежам исполняются на 100%. В целом, по словам Кирилла Селезнева, Вологодская область все взятые на себя обязательства выполняет. Если такая ситуация сохранится, то сотрудничество нашей области с «Газпромом» будет развиваться.